Человек-паук нет пути домой Фильм, тайны которого так пытались сохранить, что когда слили видео со съемок Пришлось сделать фейковое видео на тему того, что то видео это фейк Очень сложная схема Фильм, который показал весь актерский потенциал Эндрю Гарфилда И нет, даже не в плане его работы непосредственно в самом фильме А в плане всех его интервью, где он убеждал всех, что не играет в этом фильме Он должен был получить это, как-то в Оскар за то, как он отмазывался, что он не играет в Пауке, да? Блин, а почему за такое не выдают Оскар? Ну аккуратнее, Эндрю Все мы знаем историю о мальчике, который кричал волки И сегодня мы разберем это кино в плане его киногрехов и антигрехов Не отходите далеко Все киногрехи и... Советую, как говорится, линять тем, кто не смотрел Паучка Потому что его стоит сначала все-таки посмотреть И антигрехи фильма «Человек-паук. Нет пути домой» Да, это он, Питер Паркер Ты его девушка? Естественно, не спас У толпы в Нью-Йорке просто моментальная реакция Только увидев одно сообщение, они моментально замечают Энджей И собираются в огромную толпу, которой не насрать Ну допустим Но когда потом все люди на балконах вылезают и реагируют на Паука Создается ощущение, что... Вам не нравится, что никто не реагирует на то, что супергерои их половинки шарахают среди обычных людей То вам не нравится, что все реагируют Определитесь уже, ёпарасы Ну как бы... Так и да, это выглядело несколько преувеличенно Но опять же, Человек-паук, он знаменитость То, что... Нет, то, что Человека-паука смотрят, когда он с Энджей уже Это не вижу ничего такого А то, что вот когда она стояла в толпе и на неё сразу начали доёбываться А откуда вы все знаете, что это она... Со спины её развернул, да, это странно Вот этот... С этим моментом я соглашусь А то, что все начали выглядывать, смотреть на него, как только его заметили В этом ничего странного не вижу Огромный мегаполис не живёт абсолютно ничем, кроме Чувака в красно-синем трико Я понимаю, что фильм идёт два с половиной часа И надо сразу показать проблемы главного героя Но выглядит это абсолютно ненатурально Питер Паркер И это... Абсолютно ненатурально выглядит человек, который ходит в костюме паука Прыгает по стенам и выпускает паутину, бля И это, знаешь, напомнило, как в этих всех дурацких романтических сериалах И мангах, мангах различных Типа, выходит главный герой со своим там лучшим другом Или со своим там секретарём Или вообще со свитой парней И он там такой все на него глядывается Боже мой, какой красивый! Обосраться! И такие фенами потом сушатся между ног Ну, в реальности такого не происходит Но это распространённое клише Ну да И тут, блин, то же самое Типа, такое, внесём внимание на нём Боже мой, в жизни вообще не бывает таких людей Чтобы все такие Не оборачивались О боже мой! Он же самый красивый мальчик в школе! У нас, например, такого не было Я не слышал, что в реальности что-то Что-либо такое существовало Да Бля Такой смотрю Типа, если выключить стрим, я скажу Зачем? Я же смотрю Теперь понял, почему чувствует себя батей Это по-вашему Джона Джеймсон Вот это Джона Джеймсон А это актёр Дж.К. Симмонс Которому даже не притащили какой-нибудь нормальный парик Серьёзно, Марвел, ну ладно А зачем ему парик? Соб, чё, блядь? Он стал старше. Чё ему не нравится? Часа и надо сразу показать проблемы главного героя, но выглядит это абсолютно ненатурально. Питер Паркер. И это, по-вашему, Джона Джеймсон? Вот это Джона Джеймсон. А это актёр Джей Кей Симмонс, которому даже не притащили какой-нибудь нормальный парик. Серьёзно, Марвел, ну ладно там на графике в Чёрной Пантере экономить. Но не на старине же Симмонсе. Бля, теперь я заметил немного косяки графики Пантеры. А, ты заметил этот графоний. Немножко, да. И в моём, сука, темпе. Что? Чего, блядь? Что, блядь? Я не понимаю. Какой, блядь, грех? Чё за хуйня? В смысле, по твоему мнению, актёр должен омолодиться? А по их мнению, нет. Это альтернативная вселенная. И по моему мнению, не должен. С какого перепуга, я не понимаю. Это, 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 блядь, не грех? Это тупо доёбка. Да, и зачем ему парик нужен? Чё за шейминг людей облысевших? Я не понимаю. Именно. Кстати, если вы думали, что тот факт, что Джеймсона играет тот же актёр, что и в старых фильмах, будет как-то обыгран в произведении, что рассказывает про разные вселенные, но там какой-нибудь Тоби Магуайр увидит местного Джеймсона и скажет, оу, ну хоть что-то не меняется, то нет. В приглашении именно этого актёра нет никакого смысла, кроме фансервисных воспоминаний о том, что он уже играл этого персонажа, и вот тогда это было очень круто. Опять же, даёбка. Они не обязаны были это делать. Конечно, обидно, что этого не было. Возможно, кстати, оно и было, но это вырезали. Я ожидала, например, что это как-то обыграет. А, возможно, ещё какие-то были приколдессы, которые в переводе не отразили. Тоже такое частенько бывает. И мы это просрали. Просто, ну, не, было бы неплохо, но да, я не помню, но и чё, ну. Сделали специально для нас, да, фансервис. Мне просто кажется, знаешь, вот есть какой-то прикол, когда показывают камео персонажей, такой, смотрите, это тот самый чувак, который был в том фильме. Никому это не нравится. Ну да. А его уже показали в сцене после титров в предыдущем фильме, и все уже поняли, что это тот самый актёр, который играл того самого Джо Джона Джеймсона. И что это он же, но в другой вселенной. Вот. И как бы уже все всё поняли, все всё знали. Зачем это как-то вот просто... Это тот самый чувак. Нет. Не, просто было бы, конечно, да, как-то, типа, забавно, типа, вот, кто-то из пауков увидел, такие, о, а, так он и здесь говно такое оказывается, он и здесь нас поносит. Но не то, чтобы это как-то прям сильно важно. Как ты понимаешь, дело... Я вот об этом и пытаюсь сказать, о том, что все уже, зрители, ещё, когда смотрели ту сцену после титров в предыдущем фильме, все они уже об этом подумали, сказали и это обсудили в интернете. Нет необходимости это ещё и включать в фильм и вкладывать в уста персонажа, потому что это уже стало очевидным. Ну, как бы, да. Ну, типа, видимо, Акру очень хотелось это увидеть и хихикнуть с этого. Просто, ну, это тоже доёбка. Это не грех, это, опять же, доёбка. Идём дальше. Чувак! Чувак! Прости, пожалуйста. Ну, как ты? Мы очень неопричны. Паука за своей невнимательностью подвергает жизни своей девушке опасности. А ведь в данном случае её даже никакие зелёные гоблины не похищали. Я бы на месте МДжей закончил бы эти отношения уже тут и не затягивал бы до всяких стираний памяти. А для нас особо опасный преступник. Вот уже... Может быть, мы чё-то не понимаем и он стебётся просто? Ну, я... Мне кажется, да. Я не знаю. Я не знаю просто, ну... Это буквально там был момент. И он, опять же, нам показывает о том, что они оба легкомысленные подростки. И вообще их отношения выдержали уже слишком дохрена, чтобы такой момент мог на них повлиять. Тем более, мы все прекрасно знаем, что если она всё-таки навернётся, он это поймёт своим паучьим чутьём вот сразу же мгновенно, и он её поймает. Ну да. Просто, блядь, тоже выглядит совсем... Чё? Ладно. Много лет терроризирующий... Нам показывают, что Джона ведёт репортаж на фоне простого хромакея. Но в процессе фильма всё эволюционирует до полноценной студии. Его благополучие буквально разрастается благодаря Человеку-пауку. Эту мелочь можно и не заметить при первом просмотре, но на деле это полноценная сюжетная мини-линия, над которой не поленились поработать. Да нет, судя по всему, это не Стёп. Ну он, типа, счётчик антигрехов. Ну да. Просто, ну как бы... Нам показывают карьерный рост. Да, это логично. Нет, это понятно. Но я в том смысле, что грехи... Согласен я только с тем, что MJ начали узнавать и смотреть на неё. Всё, это вот полугрех такой. Из его одного греха. Остальное всё придирки. Просто придирки. Да, ещё... Если он, конечно, не стебётся. Если он стебётся, окей, хорошо. Мы не поняли рофл, значит. Кстати, это даже реалистично насчёт Джеймсона, что есть ютуберы, которые целую свою карьеру построили на том, что периодически выпускают видосы, где обсмеивают, обшучивают или откровенно хейтят какую-то знаменитость, какого-то другого ютубера или какого-то персонажа. И это постоянно длится. Да? Ну, хорошие новости, Питер. Я просто вспомнила про Егора Ирона. Да, я сразу понял про кого ты. Ну, он не единственный в своём роде. Такие, ну, до хрена. Да таких до хера. Это да. ...которые не поленились поработать. Ну, хорошие новости, Питер. Думаю, все обвинения им придётся снять. Я прекрасный адвокат. Очень приятно видеть здесь Мэтта Мёрдока, но с другой стороны он, по сути, бог из машины, который появляется здесь на несколько секунд и полностью разруливает все юридические проблемы, которые есть у Питера Паркера, что на деле абсолютно дешёвый ход. В случае другого персонажа такое решение бы полностью засрали. Но, эй, это же сорвиголова, кайф. И, кстати, появление Мэтта здесь означает, что сериал про сорвиголову теперь является каноничным для... Нет. Они уже опровергли это и сказали, что нет, сериал не является каноничным. Они не приносят его к канону. Во-первых, а во-вторых, это на самом деле очень интересное сценарное включение. Если посмотреть с этой стороны, то, во-первых, им нужно было какой-то камео, которое давно просили, и давно просили им на сорвиголову. И они наконец-то решили это дело, потому что они всё-таки оба нью-йоркцы. И второе, мы всегда задаёмся вопросом, когда смотрим всякую супергероику, а как они разруливают свои проблемы с законом супергероев, которые у них возникают всегда. Как вот, кто за ними убирает сломанные эти приколдесы, там, машины, например, вставляет эти грёбаные окна, кто эти страховки выплачивает, и как с этими жалобами урегулировать их можно. И что, если там имя супергероя известно людям, и он может что-то там за разбитое своё окно прислать этому, или даже подать судам этому супергерою, чьё реальное имя он знает. Ну, типа... И вот вам ответ, пожалуйста. У супергероев есть супергеройский адвокат. Вообще есть целый сериал, по-моему, про то, как убирают их супергероями. И он крутой. И, естественно, поэтому он разруливает проблемы. И нам отвечают, просто этим всем, сюжетным ходом нам отвечают на вопрос, почему так происходит, и почему, ну, типа, в дальнейшем вы юридические вопросы можете игнорировать. Ну, видимо, в его понимании, вот, раз он пришёл такой, нам показали момент, что он уже пришёл, уже рассказал вердикт, и, типа, что всё, скорее всего, всё будет нормально, то, типа, это ненормально. Надо было ещё на три часа растянуть фильм и показать, как он разговаривает в суде и разбирается, видимо. Именно же об этом фильме. Это просто камео, которое, в принципе, хорошо фигачили в фильм и не растянули ничего. Зачем подробности эти? Ты, как бы, просто видишь, понимая, если ты знаешь, кто такой сорви голова и смотрел сериал, и вообще, в принципе, знаешь, что это за персонаж, ты знаешь, что он хороший адвокат, что он может разрулить, разобраться и сказать хоть какой-то вердикт. Вот мы это и увидели. Просто, понимаешь, одно дело то, что это фактически дуэтный фильм, если принять во внимание доктора Стрэнджа, а не остальных паучков, ну, которых мы, типа, не ожидаем, да, то они, ну, если расшириться, это уже до трилл, извините, это уже супергеройская команда, это уже не Человек-паук, нет пути домой, это уже такие мини-мстители, там, Бруклин Эдишн, не знаю. Ну да, а насчет этой, как ее, Мисс Марвел, ну, не знаю, я нормально относился, когда она что-то появлялась. И, тем не менее, у нее... Капитан Марвел. И у нее ни хрена не получалось разрулить все, как у бога из машины. И тут он не сказал, что все 100% будет хорошо, он сказал, скорее всего, все будет хорошо. Она приходила либо поздно, либо что-то еще, потому что, ну, нам поясняют, что она очень занятая писей, она решает проблемы галактических масштабов. Ну да. Ну, видимо, я не знаю, у Акра фанатства по Капитану Марвел ему обидно, что ее засирали. Ну, мне тоже обидно было, что ее засирали. Я не считаю ее плохим каким-то актером. Она кипичный клишированный персонаж, штампованный, не знаю. Ну, конечно, она, короче, вылизана супергероем из палаты Меры Весов, как Супермен. Ну да. Это нехорошо и неплохо. На фоне именно таких супергероев должны существовать наши любимые антигерои, супергерои в депрессии, супергерои-алкаши, супергероини, которые дышат маточкой и прочий трэш, который мы так любим. Если бы не было этих вылизанных, крутых, всегда на серьезных щах супергероев, извините меня, Брилла Ларсона, она хорошо отыграла эту, ну, простую роль на самом деле. Она просто ее отыграла, эту простую роль, как Герри Карлс. Ну, это я так, неважно, ты придираешься просто к словам, потому что если бы их не было, то не было того контраста, которое мы любим во всяких вот этих мрачных супергероях. Ну, мне нравится вообще, что показали, наконец-таки, сорвиголову из сериала, жалко, да, что они не признали каноном сериал, почему, непонятно, типа, не кайф продолжать. Потому что слишком многие условности приходится включать. Ну, видимо, да. Зато мы знаем, что еще Амбал входит теперь и сериальный в киновселенную, может, еще кого-то добавят. Господи, я так хочу карать. Да. Можно его вместе с этим, с Джиксом, его сюда, пожалуйста. Я их обоих люблю. Можно и Железного Кулака, и Люка Кейджа. Знаешь, после Гриф Престола у меня иной взгляд на Железного Кулака появился. Систинг-эс 300 бакс. Бля, извините, пожалуйста. Как говорится, разбавить твой нудный пупнешь шуточкой. Твоего уровня, да? Да. Ну, кто-нибудь же крякнет, заткните эту ведьму. Люблю эту ведьму. И не буду затыкать. Ты будешь затыкать херат по затылку. Ну, я же сказал, что не буду затыкать, не сказал, что не буду давать леща. Чипалав, да? И, кстати, появление Мэтта здесь означает, что сериал про Сорвиголову теперь является каноничным для киновселенной Марвел. А значит, Люк Кейдж это тоже канон, где актер Маршала Али играет щитомордника. Но тогда как этот же актер может играть Блейда в киновселенной Марвел? Что, всем насрать? Ладно, я слишком много думаю. Да, всем же насрать на то, что разные двух персонажей как Триса играла, которая в вечных Серси сыграла. Ну, ничего. И, как бы, это... И, как бы, с чего ты взял, что это канон? Никто не подтвердил, что это канон. И они уже, я же сказал, подтвердили, что это не канон. И да, всем насрать. Именно из-за таких вот вещей они не могут это признать каноном. Ну да, видимо. И этот, как его... Ну да. А кого там играла в вечных Серси? У Серси? А... Триса, я не помню, как ее зовут. А кого она играла? Она в капитане Марвел играла эту девчулю из команды. А. Ну да. Вот и все. Засчитайте это как грех мне. Питеру Паркеру нужно посмотреть на украшения. Я слишком много думаю. Засчитайте это как грех мне. Питеру Паркеру нужно посмотреть на украшения в кафе, чтобы вспомнить о Докторе Стрэнджи. А, видимо, для того, чтобы погоревать о смерти Железного Человека, нужно предварительно посмотреть на утюг. Вернуться в прошлое и сделать так, чтобы он оставил все в тайне? Нет камня времени, а без него не смогу. Ну, это стандартные чары забвения. Не тот повод. Да мы без повода применяли. Вечеринку в честь полной луны в Камартадже, помнишь? Нет. Вот видишь. Верховный волшебник готов стирать память ради какой-то вечеринки, что пошла не очень радужно. Или для помощи подростку, который обосрался, но не для того, чтобы стереть память какому-нибудь Таносу. А, нельзя, чтобы кто-то не забыл. А кто сказал, что это работало бы? Да, во-первых, во-первых, Танос не человек. Да. Окей? По канону, вообще-то, Танос между прочим, он родственник Целестиалов. А, даже так? Не факт, что это вообще говно над ним сработает. И у него камушки уже были. если у него хватало мощи на то, чтобы вот эти вещи делать, и далеко не у каждого человека это хватало на то, чтобы управлять одним камнем даже у супергероя. Ну да. Как бы, это не факт, что это на нём бы сработало, или если бы это сработало, это не имело бы какой-то временный эффект. Ну да, ну вообще, это такая фишка, как условности комиксов, потому что меня это на самом деле не очень нравится, но я уже смирился и привык, что так и будет. С тем же там, что, флэш бежит быстрее мотоцикла, что он не может догнать мотоцикл, и вот такого же. Это такая же условность, грубо говоря. Но да, тут хотя бы как-то можно оправдать то, что Танос, ну я не знал, что он там как-то с Целестиалами этого, но он не человек, он мощный, у него камни уже были. Может быть, на нем это не сработало бы даже. Так что... Помнишь, в конце этого вечных показали Челикабобика, который такой, типа, хеллоу, я тут с вами затусить хочу. Такое... Ну-ну-ну-ну-ну-ну, да. Вот. Это ж брат Таноса. А, ну да, точно. Эрос, по-моему, его зовут. Короче, смысл в том, что да. Но за счёт, кстати говоря, флэша ты правильно вспоминаешь. Именно вот я недавно смотрела видос про эти грехи различные в кинок и вообще вещи, которые людей бесят. И многие говорят о том, что именно в комиксах, в мультфильмах и фильмах про спидстеров больше всего о таких ляповых говняшек. О, да. Когда силы очень сильно варьируются. В зависимости от ситуации. С Суперменом даже таких косяков нету. Да, ну, когда надо, чтобы Супермена ослабили и как-то победили, нужна просто очередная вундервафля с криптонитом. И всё. Всё. С новым видом криптонита. Ещё больше криптонита. Я услышала про камни в Танос и подумала, почему-то, что у него камни в почках. Камни бескоденевые. Почечные камни бесконечности. Господи, это было бы просто величайшее наказание для него. Представляете, как больно выходит? Я не представляю и не хочу представлять. А знаю, что очень больно камни из почек выходят. А представляете, бесконечные камни из почек. Боже мой. Знаешь, чё? Когда ты сказала камни, я сразу вспомнила про вопрос Дейнериса о камнях и колонне, что их обрезали. Блин, я такая, что Таносу камни обрезали? Оскоблили, оскоблили Таноса, да? Оскопили Таносу. Оскопили, точнее, да. Так заклинание не работает. И очень опасно пытаться что-то менять в процессе. Я думаю, такие вещи про опасность процесса стоило бы обсуждать до начала заклинания, а не во время. У Стрэнджа ещё не поздно отозвать лицензию волшебника. А то, мне кажется, её ему кто-то за взятку вручил. Ну ладно. А, походу, Агар забыл, что Стрэндж в принципе своевольный, высокомерный, придурок. И, ну, ты же придурок, он такой, ммм, не себе, но уме. Он всегда думает, что он знает лучше. Он даже с древней такой, он выпендривался и умничал. Он такой очень своеобразный человек. А кто смотрел мультсериал «А что если?» Он такой гений. Да, я же говорю, а если кто-то смотрел мультсериал того года «А что если?», то... Ещё больше понять Стрэнджа могут. Мне кажется, её не могут во время. У Стрэнджа ещё не... Почему ты не кончишься, когда ты говоришь? Гений, что ты что-то не договоришь. Позно отозвать лицензию волшебника. А то, мне кажется, её ему кто-то за взятку вручил. Ну ладно. Весь мир забудет о том, что ты Человек-паук. За исключением подружки. Господи, она... Нет! Дети Мэй ещё должна помнить! Питер, ты мне позволишь колдовать? Ах, я ведь что? Это пока просто эта сцена. Во-первых, она сделана, я думаю, чтобы немножко комедийности добавить. А во-вторых, она показывает, так сказать, распылённость и хреновую сконцентрированность в реальной жизни у Питера Паркера. То, что он не может решиться на что-то. Да, и ещё показывает то, что этот Стрэндж, он творит магию как искусство, поэтому говорит, что он гений, он такой себе на уме чувачок. Вот, и я не оправдываю, это всё равно выглядело как-то для меня утомительно. Вот эта вся сцена, я кринжевалась на неё довольно сильно. В то же время, это ещё раз нам показывает, насколько всё-таки Питер незрелый. Ну да. И он себе проблемы создаёт на пустом месте, как любой подросток из любого подросткового фильма. То, что Стрэндж на это повёлся, это, конечно... Да, но понимаешь, дело в том, что Стрэндж, он в силу своей работы и компетентности, он не имел отношений никаких с детьми. То есть, он никогда не воспитывал детей, не сталкивался с детьми, у него нет своих детей. И он, так как уже состоявшийся супергерой Человек-паук, он к нему всё-таки относится как к взрослому по большей части. Вот. То есть, типа взрослый, но который может немного ребячиться, и он от него ожидает фидбэка взрослого. Но по итогу вот это получается, потому что люди несовершенны. Что, ещё подружка? Ты замолкнешь? Получилось? Нет. Я, конечно, могу сказать, что Паркер идиот, который не может сразу чётко составить список. Но если его поведение хотя бы может пройти под графой «тупой подросток», то в каком возрасте остановился потакающий ему Стрэндж – большой вопрос. Доктор Октавиус просто прекрасен, и это здорово, что нам снова дали посмотреть на этого персонажа. И спасибо большое, что он больше не бегает в плаще на голое тело. Но в то же время я понимаю, что арка этого персонажа была абсолютно закончена в Человеке-пауке 2. Он стал злодеем, осознал, что он натворил, и решил не умирать чудовищем. Ну а теперь он тут просто круто выглядит, и под конец перестаёт быть злом, потому что, ну, его как бы вылечили. Октавиус по какой-то неизвестной причине теперь в курсе, что Норман – это зелёный гоблин. Хотя на момент тайминга временной линии, откуда он явился, об этом не знал никто, кроме Человека-паука, ну и этого дворецкого, окей. Видимо, он рассказал об этом Ото по секрету, но при этом Гарри об этом поведал только, когда тот расхреначил себе хлебальник. Выбирать желание нужно очень осторожно. А ещё нужно осторожно соглашаться на реализацию этих желаний. Но такие выводы ты, конечно, не сделаешь, док. Заклинание, которое ты запорол, вместо того, чтобы всех заставить забыть, что Питер Паркер – Человек-паук, теперь тащит любого, кто об этом знает, из всех прочих вселенных сюда. Дальнейший фильм покажет... Как личный недозрелый взрослый, сам обосрался тоже, но всё будет винить до последнего не себя. Да. Тащит любого, кто об этом знает, из всех прочих вселенных сюда. Дальнейший фильм покажет, что утверждение Стрэнджа не соответствует действительности, но я уже... Сюда. Дальнейший фильм покажет, что утверждения Стрэнджа не соответствуют действительности, но я уже думаю, что он свою магическую докторскую просто где-то в Переходе купил. Круто, вот только Максвелл Дилан не знает, что Питер Паркер Человек-паук, и, соответственно, он не может быть тут. Зачем вообще фильм про Гав... Разве? Я уже не помню, если честно. Паривает какие-то правила, если плюет на них через 10 минут. Я в своем прежнем теле. Фильм щадит Джейми Фокса и больше не делает из него синего смурфа, но, с другой стороны, будучи синим смурфом, он хоть как-то запоминался. А теперь он просто Джейми Фокс. Скрыться от своей подлинной сущности нет. Окей, Уильям Дефо показывает лучшую игру в этом фильме. Если в старом фильме его сковывало эта довольно спорная маска, то здесь он, наконец, использует мимику на полную катушку. Дефо больше не нужна маска, чтобы быть гоблином, он уже он. Если возвращение других актеров прежде всего сугубо фансервисные, то здесь мы реально видим яркий актерский перформанс, который либо просто не был полностью реализован в старом фильме, либо развился за эти 20 лет. Норман ворует в расфокусе хапчик, что только подтверждает его статус лучшего злодея Человека-паука. Бля, я что-то как-то даже не обратил внимания. Да, у него никто ничего не отнимает, он ворует просто по дефолту. Расцветка одежды Нормана как бы намекает, что тот все еще под контролем гоблина, что является крайне любопытной деталью. Я что-то как-то даже на это не обращал внимания. Я на такой всегда обращаю внимание. Норман, ты погиб. Они оба погибли, сражаясь с пауком. Это было во всех новостях. Как это могло быть в новостях, если Питер унес тело Осборна? Или перед этим он попозировал с трупаком на камеру, чтобы потешить свое чувство важности? Сценаристы вообще пересматривали старые фильмы с момента их выхода? Обращу заклинание вспять, и все наши гости вернутся в свои вселенные. Снова умрем? Ну, поцелите их, вы чего? Умрут. Так умрут. Умер и умер. Чувак, ты что творишь? Питер Паркер считает, что создал недостаточно проблем в этом фильме, и надо еще. С другой стороны, то, что Питер не готов обречь злодеев на смерти, говорит о его чистой душе. И это как ничто другое формирует данного персонажа, и заметно выделяет его на фоне других героев Марвел, которым кажется вообще насрать, убивают они там кого-то или нет. Не вздумай. По-моему, Аккер просто нахуячил вот этот счетчик антигрехов и грехов, и там чисто на таймингах, когда ему по приколу менял их. Вольно. Человек-паук побеждает доктора Стрэнджа, что говорит о том, что он стал волшебником прежде всего, потому что посмотрел пару выпусков «Тайны великих магов», а не потому что что-то реально умеет. Я тебе помогу. Знаешь, я ведь и сам своего рода ученый. Блядь, это отсылочка прекрасна была. Ну, кстати, насчет того, что Человек-паук победил доктора Стрэнджа, ну да, это такая очень условность сильная. Но, во-первых, Питер Паркер, он все по-своему продумал, а во-вторых, ну, такой подлянный просто Стрэндж не ожидал, он не ожидал, что Питер на такое говнецо решится. Я понимаю, что мне просто впихивают мем, который я могу просто в своей ленте посмотреть. Но, эй, если мне от этого хорошо, то впихивают мем, который я могу просто в своей... ...своего рода ученый. Я понимаю, что мне просто впихивают мем, который я могу просто в своей ленте посмотреть. Но, эй, если мне от этого хорошо, то все не зря. Хотя я бы предпочел другой тип паучьих мем. Но уж что есть Выкинь с тобой, мы тебя не отпустим одного Со мной опасно, забудьте, вы и так уже столько сделаете Чувак, я не знаю, как там у тебя с памятью Но ты весь фильм создаёшь опасность всем вокруг Ты как порно-актер, что отпахал три смены И только на стадии заливки материала в интернет Пришёл к мысли, что выходит как-то пошловатенько Ай, блядь Я же говорю, какие-то грехи просто такой И сидит там, клацает, когда ему по кайфу, походу Потому что, блядь, это киногрехами назвать, ну, странно Всё равно для меня Питер Паркер Он всегда просмотрится целостным персонажем Да, но он всегда Герои всегда создают проблемы всем своим родным Когда те узнают о них И что они, это они В этом-то и смысл их инкогнито И поэтому они боятся рассказывать своим родственникам И любимым А это бесконечный цикл насилия Что супергерой не может Вот физически не может убить суперзлодея Ну да Поэтому тот всегда сбегает Устроит проблемы Погибает куча мирных жителей Но это же супергерой не убил этого суперзлодея Он не убийца А потом Бэтмен берёт монтировку И расхуяривает голову Джокеру И всё становится нормально Спустя сколько смертей Да И тогда становится уже чуть лучше Ну, о боже, я убил его Ну, это атипичная хренатень Ну, это, да, это героизм вот этот Да Если немного исправить ваши дефекты То когда вы вернётесь Всё будет иначе Кто из вас со мной? Я с тобой Но Если начну об этом жалеть Я тебя изнутри поджарю Питер тащит в квартиру Где есть его тётя Питер тащит в квартиру Один из которых открыто угрожает ему На случай, если что-то там ему не понравится Почему хотя бы половину из них Нельзя было оставить в клетках Непонятно Ему что, за аренду там платить? Я не откажу Нельзя так делать, чтобы кто-то был ровнее других Было оставить в клетках? Непонятно Кто это? Не знаю Ему что, за аренду там платить? Я не откажусь от блинчиков Я, блин, обожаю Осборна Что это такое? Это фабрикатор Можно изучить, спроектировать, изготовить практически что угодно Как только я освобожусь, ты пожелаешь Замолкли Голоса в голове, я Октавиуса лечат благодаря внезапным чудо-технологиям Старка Потому что в прошлых фильмах нам было недостаточно того, что Паук терялся на фоне Железного Человека Странно, что не с их помощью были попытки стереть всем... От наследия Старка мы еще не скоро избавимся Во-первых, во-вторых, там он много сам придумал и разобрался сам, как произвести это все Просто использовал технологии, которые есть Он просто... А забыл, что на самом деле Питер Паркер очень умный ребенок Он как-то это... У меня такое ощущение складывается, что этот видос весь какой-то стеб А не серьезные киногрехи, антигрехи Потому что он такое, знаешь, умалчивает одно, а говорит другое Либо такое ощущение, что забыл Как вот сценаристы забыли, да, про то, что кто-то не знал, что Человек-паук это Человек-паук Пук-пук То, что Паук терялся на фоне Железного Человека Странно, что не с их помощью были попытки стереть всем память А вместо этого было решено пойти к Стрэнджу Видимо, из жалости Началось веселье Ящер, который так-то ученый, что пытался изменить генетическое... Да, просто такое ощущение, что типа идет пересказ фильма и там иногда дилинг, дилинг Да Ящер, который так-то ученый, что пытался изменить генетический код всех жителей города в фильме Новый Человек-паук В этом фильме либо постоянно сидит в замкнутом пространстве Либо бегает где-то на фоне Ну, видимо, потому что у него... Ну, кстати, да Это вот я что-то как-то упустил Он так-то ученый, да? Я для себя это легко объяснила тем, что в нем осталось очень мало человеческого Может быть Ну, у меня просто создавалось такое впечатление еще тогда, когда я его видела В фильме с Эндрю Гарфилдом Что чем дальше продвигался сюжет, тем меньше человеческого в нем оставалось Не исключено Ну, естественно, от ученого там тоже оставалось мало, он все больше рептилоид Но, возможно, я и не права Нет фразы, разлетевшейся на мемы, так что особого внимания он не заслужил Норман? Норман, ничего отпускать, детишки Ты что, действительно решил, что я даже не стану мешать? Внезапное предательство очень внезапное Я знаю, ты ее во всем слушал Ты перенял ее в высокие моральные... Ну, я хотел надеяться, что все-таки он как-то это держит в себя Не то, чтобы прошлые фильмы особо концентрировались на моральных принципах тети Мэй Больше на шутках о том, какая она горячая милфа, но допустим Нам не акцентировали на тети Мэй ничего И не показывали как таковую предысторию нового паучка Потому что это все, всех уже заебало Все, кто смотрели Паука, они это знают Поэтому никто ни на что из вот этого стандартного, что есть у паучка, у его родных На это никто не стал акцентировать время Они вообще его несколько изменили, его оригин, ну допустим про ту же МД давайте вспомним Я же говорю, у него не было предыстории, как у других пауков Песочный человек присоединяется к злодеям Хотя по идее должен быть больше всех заинтересован вернуться обратно в свой мир, где его ждет дочь и не рыпаться Видимо у мужика стадный инстинкт Господи, я был бы готов жениться на этой сцене Но ограничение нашего института брака закрывает мне дорогу к этому счастью Что за шо опять? Большая сила накладывает большую ответственность Ну, отдали дань уважения, вы решили Ну да В оригинале комикс Я знаю, что кто-то может сказать В смысле, комикс нам, по-моему, в оригинале не дядя Бен говорил Но я могу ошибаться Что это не канон, не канон И дайте нам посмотреть на смерть дяди Бена и то, как он произносит культовые слова Но, как по мне, данная интерпретация, это отличный поворот Он абсолютно неожиданный И это действительно весомое последствие для всех действий Питера До этого все воспринималось, как, ну, Паркер создал себе очередные неприятности Он же сам их и разрулит Человек, что растил Питера Поддерживал всю эту супергероическую авантюру Больше не с ним Смерть дяди То, что мы всегда можем ожидать Ну, а эта смерть Внезапный элемент не только для главного героя Но и для нас Более того, эта сцена прекрасна тем, что Гоблин реализовывает то, что он так и не сделал в своем мире Убивает тетю Мэй По сути, закрывает свой злотейский гештальт Я всегда воспринимал Хэппи скорее, как комедийного персонажа Но здесь и он может тронуть Он призывает Питера спастись Ведь, по сути, Паучок — это единственное наследие, что осталось от Мэй Женщины, которую он любил и теперь навсегда потерял Разрушение Когда же люди очнутся и осознают Что где бы ни появился Человек-паук Он приносит с собой хаос и бедствие Мне нравится, как огромный экран с Джеймсоном Морально давит здесь на главного героя Стандартный пустой треп Джонни Перестает быть словоблудием Питер действительно чувствует в его словах Истину для себя в отношении того, к чему привели его действия Ну, я бы хотел как минимум увидеть его Я хочу увидеть Питера Мне просто, ну, да, мне тоже понравилось тут показывают Первый час фильма, как, ну, Питер все не на серьезных счах воспринимает Он так большей частью куражится И он такой не понимает, насколько серьезную вещь он просит И такой, ну, это просто закрывание глаз на проблему Пусть все станет как прежде И все это приводит к тому, что вот так получается Именно Почему-то считает, что недостаточно сильно унизил Стрэнджа И теперь Нед легко может использовать магию Потому что может Ну, там... Мне легко Вот сейчас, видимо Бабушка говорит, у нас в роду были колдуны, а иногда я чувствую покалывание Ну да, если мой дедушка физик То мне для понимания этой науки даже не нужно будет открыть учебник за пятый класс Есть такая хрень, как предрасположенности выдающиеся Эта супергеройка, господи Дедушка физик, то мне для понимания этой науки даже не нужно будет открыть учебник за пятый класс Или если мой дедушка темный Ну, как бы, вымышленную науку Вымышленную супергеройскую вселенную и физику Реальную науку в реальной жизни Еще и существующую и там тоже Да Это как-то странно ...ситх, то я сразу освою силу Ну ладно, такое было А можно поставить этому фильму тысяча грехов? Спасибо, мне стало легче Ну-ну-ну, спокойно, спокойно Спокойно, я хороший Я Питер Паркер Человек-паук Гарфилда абсолютно плюет на свою тайну личности Что очень разумно от человека, чья любовь умерла от того, что злодей знал, кто он такой Разумное личностное развитие Вы че не помните? Это Эмма Во-первых, во-вторых Во-вторых, нам потом показывают, насколько он сломлен и каким он ожесточенным стал И рассказывает об этом всем Ну и судя по тому, что... Ну хотя да, он конечно не сразу знал, кто его... куда он попал и че как Поползай Поползать? Все? Пока да Человека-паука используют как аниматора на детском утреннике Надеюсь, хотя бы чаевыми заплатят Я не знал, что такой прикол был с Гарфилдом Просто случайный чувак Еще один Питер Паркер вообще не парится в плане сокрытия, кто он такой С таким режимом конспирации я вообще не понимаю, зачем вам нужны маски Боже мой, их буквально... им открыли портал Чтобы они вошли куда-то И они там обнаружили каких-то школьников Че им там дерять-то, ёп Чтобы прыщи прятать, что ли? Я не люблю на каждом углу об этом кричать Я же все-таки супергерой, нам важна анонимность Ты точно правильное определение этого слова читал? Ладно, перестану быть занудой Два антигреха за двух пауков, что заставили меня визжать в зале Гетеросексуально визжать Ее не стало По моей вине Мой дядя Бен погиб А из-за меня погибла Гвен В общем, моя АМЖ Мне очень нравится, что здесь каждый паук делится своей болью Каждый испытал какую-то свою утрату И хочет, чтобы его другая версия не повторяла его ошибок С другой стороны, довольно странно, что Питер Гарфилда в данном контексте вспоминает Гвен И не ссылается на своего дядю Бена Он у него так-то тоже помер Он что, решил, что... Как бы это самая свежая его потеря Ну да Причем, тоже абсолютно по его вине Он так и не поймал убийцу дяди То стоит сделать вид, что просто ничего не было В какой-то момент я... Просто смирился уже с потерей дяди Бена Да? Перестал собой владеть Я стал жестоким Без тормозов Питер Гарфилда рассказывает сюжет фильма с ним, который я с радостью посмотрел бы, но которого не существует И это меня раздражает А у тебя есть лучший друг? Двигаешься, вот она и болит О, да, у меня тоже беда с поясницей Встряхнуть позвоночник? Да Да? Да, выручишь Давай Да, хорошо Она сама, что ли? Прямо из желез выделяется? Само собой происходит Ну, вот как дыхание Ого А ты только из запястья стреляешь или еще? Ну все, это оф... Специальная экранизация мемов Не волнуйся, Флинк С возвращением Вот так номер Фильм использует кадры, которые уже были использованы в фильме 14-летней давности Я уже удивлен, что не позвали Магуайра и Гарфилда Они сделали склейку старых вырезанных сцен с ними Он думает, что актера не было, типа, и просто обработали старые сцены? Ну, возможно, так и есть И это выяснилось при накладке Я просто, ну, смотрю, что это идентично фактически Может, постановка кадра просто такая была специально Может Оставь их, а не мои Доктор Октавиус пытается напомнить, что он тоже есть в этом фильме Вот то Ха, как живешь? Побеждаю, лень О, ну ладно, это мило, признаю О, боже, я ревела, когда он встречался, смотрю, и опять грустно, господи Он такой бугик Я теперь понимаю, что все-таки паук Андрю Гарфилда лучше Да что так с моим сердечком? Сцена, где Питер Гарфилда спасает Эм Джей И таким образом вновь переживает падение Гвен, только уже с положительным исходом Доводит до мурашек Это прекрасная сцена, которая позволяет герою хотя бы попытаться оставить травму утраты позади Сцена, где Питер Магуайра не дает совершить Питеру Холланда убийство Прекрасно демонстрирует то, как тебя может уберечь лучшая версия тебя самого Да, по типу, если бы я вернулся в прошлое, я бы себя, типа, от косяков уберег Ну да И все это слегка портится бессмысленной сценой ранения Питера Магуайра, которая не ведет вообще ни к чему В смысле? Ты не переживал, что он умрет и тебе было насрать? И ты такой, а, да похуй? В этом как бы смысл? Он старый, пусть вмирает! Это самый старый паук, его можно! Ну, еще это просто раскрывает подлянскую натуру гоблина еще раз, потому что они, типа, оба с одной вселенной Питер стоит к нему спиной, и он все равно его ранит спину Вот в чем прикол Дэс Ну да С одной стороны, фильм демонстрирует интересную мысль, что не всегда зло нужно побеждать кулаками Иногда зло нужно пытаться вылечить Что так-то можно трактовать как интересную аллюзию на психотерапию? С другой стороны, фильм хочет сказать, что плохие люди плохие из-за плохих суперспособностей А если их избавить от них, то все будет хорошо Ну, если избавить от суперспособностей, ну, суперзлодеев, то хотя бы можно будет содержать в обычной тюрьме Во-первых, а во-вторых, тут говорится не об этом А о том, что эти люди больны В основном у них, блядь, с головой не в порядке у всех все было И это усилилось или к этому привело то, что у них появились способности То, каким образом они у них появились Они пережили очень травматичный опыт Они обрели очень опасную силу И это все вылилось в то, что надо полный психиатрический недосмотр проходить перед тем, как получать разрешение на оружие А, я думал, разрешение на суперспособности The same Ну да Что крайне спорная мораль Ну а если все забудут, кто я такой? Что? Их тянет в нашу вселенную из-за меня, так? Потому что я Питер Паркер Только пусть теперь все забудут, кто такой Питер Паркер Пусть все забудут меня Или пусть все забудут, кто такой Человек-паук Наверное, начать супергеройский путь с нуля будет попроще, но ладно, что я вообще понимаю Ладно, я понял, магия, ничего не нужно объяснять, запишем этот грех мне Надежнее забыть именно, кто такой человек, не Человек-паук, а кто такой Питер Паркер Потому что, если забыть только, кто такой Человек-паук, может сработать не так, как-то мне кажется Вероятнее всего Он решил не рисковать в этот раз И не вырос в этот раз Он вырос над собой На самом деле, то, что Питер буквально приносит в жертву свою жизнь Свою связь с друзьями Является отличным завершением Герой максимально заплатил за свои ошибки И это настолько здорово сделано В общем, мне это еще напоминает историю Как, ну, типа, ты заканчиваешь учебу в школе И ты решаешь, куда тебе поступить И ты не должен оглядываться на своих друзей Для того, чтобы поступить туда, куда тебе нужно И в какой-то далекий город У тебя начнется другая жизнь И ты приобретешь новых друзей Возможно, этих потеряешь Но если ты будешь постоянно оглядываться назад У тебя ничего не получится И мне кажется, это все тоже совпадает с подростковым возрастом И мне кажется, это рабочая такая штука И для многих из аудитории фильма это близко Что я почти забыл о том, что герой Холланда Проходит через арку взросления Уже буквально третий фильм подряд Где гарантии, что в следующем фильме он опять не обнулится? А куда вообще вернутся эти злодеи? В тот временной промежуток, откуда они переместились? Или уже спустя год Третий фильм, сколько мы смотрим сезонов Моей геройской академии Они все еще учатся в первом классе старшей школы Когда их пауки уже будут такого же возраста, как и в этом фильме Или никто не соизволит мне это объяснять, верно? Латок первого числа И не задерживай Я понимаю, что опять же магия не нуждается в объяснениях Но насколько реальность забывает о существовании Питера? Стирается даже его свидетельство о рождении и паспорт? Ну тогда у него должны быть серьезные проблемы со съемом этой квартиры Ну да Я вас слушаю Здрасте, меня зовут Питер Паркер Деревянный пончик бобру поточит зубы Фильм упускает возможность показать, что Эмджей теперь мутит с Недом Чтобы окончательно задезморалить Паркера А вот Мэри Джейн из фильмов Рэйми Точно бы не застремалась и именно так бы и сделала Да, меня это немножко напрягало Классический костюм Не обоснованные в Человеке-пауке Тому, ну, Сэма Рэйми Но есть, короче, фильм такой Российский Черная молния называется И нет, он не про супергерой Черная молния Он про супергеройскую машину И чувака, который пытается всем доказать, что он крутой И вот там есть главная героиня Ну, в смысле, любовный интерес к главному герою Она все, все вот плохие черты Эмджей в себя вбирает Там, в принципе, фильм по сюжету буквально Человека-паука первого следует Вот прям буквально Вот, и я когда смотрела, я так переживала Я так ненавижу большинство сценаристов, как они прописывают женских персонажей Вот мне удушить хочется Что вы делаете? Классический костюм Человека-паука чудесен Неужели к нему нужно было приходить аж три гребаных фильма? Ну, нет, дай уточнить То есть ты хочешь сказать, что тут все как бы кишит супер... Супергероями? Что такое? Нет! Мы же только сюда попали! Что за дела? Вот это вот мне расстроило, что Брока, типа, в Веноме в конце показали В этой... Да В сцене после титров, что он сюда попал И тут его тоже показали, что он просто такой, оп, и протонулся обратно Я такой... А, и нахуя это было? Просто, типа, связать, что вот он может появиться потом в фильме... Нормально в фильме по пауку или что? Он мог бы участвовать в этом фильме, но он все это время обухал в Ариноострове Э-э-э... Вот поэтому его и не было, бич! Да, это довольно странно было Тут я... Я знаю, что такое ощущение, как будто поманили конфетка Я такая, иди нахер Ну да А, ну да, это точно, он же там залубку оставил Да Это было, скорее всего, типа, сделано для того, чтобы Венома ввести в следующий фильм Марвел настолько стыдится Венома и Эдди Брока фильма в Сони Что показало его только в сцене после титров И все, что он там сделал, наговорил в баре и напачкал Это как если бы вас позвали на вечеринку Но на деле дали бы только постоять у входа Ну что ж, все мы иногда немного Эдди Брок А вы, как говорится, пишите Думаете, Акр этот видос на серьезных щах делал Или же это просто Степ Потому что я, честно сказать, нихуя не понял, Степ это или нет Откровенно говоря Мне кажется, что не Степ, ну да ладно Да Если это не Степ, то слишком многое притянуто за уши Вот мега до хера Нет, есть действительно обоснованные вещи, с которыми я согласен Частично или полностью Но большая часть притянута за уши Пишите, с чем не согласны вы из того, что мы сказали Спасибо за просмотр До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok